немного апдейтов по моим полетам во первых интересный случай был я обычным совершенно образом разбился камера отпала а коптер продолжал рыть землю винтами он приземлился вертормашками и по записи а потом посмотрел он копал ее целую минуту всеми тремя винтами он рыл землю ничего не сгорело вот что значит хорошее железо потом у меня был первый успешный полет fpv при этом мне помогала катя она была моим навигатором она мне голосом говорила где далеко близко высоко низко потому что все это я не мог вообще никак определять самостоятельно потом я понял что отчасти это из-за того что я камеру поставил режим широкого угла а это сильно усложняет ориентацию на самом деле но все равно было очень классно летать вообще первый раз я так долго спокойно летал ощущение полета непередаваемые просто вот и спасибо катя она отличный навигатор можно было делать также простые вещи которые без их пили сложно например высоко подниматься так чтобы коптер уходил высоко в небо его особо не видно и смотреть что там сверху происходит вот можно летать вокруг и радоваться а можно приземляться в дерево например почему нет дерево отличное место для приземления вот то справа например подойдет лоб вам приземлились но опять коптера ничего не пострадало по моему даже пропеллеры не поломались в этот раз вот пришел его подобрал и ушел а в другой день я выехал полетать сам совсем один рискнул нашел выстриженное хорошо поле которое было отделено почему-то полос полосами гороха какого-то волосатого гороха не знаю что это и начал летать и тоже очень хорошо получалось я уже камеру поставил не на широкий угол все просто отлично выглядело только видео очень желеобразная потому что камера очень жестко приделана корпусу коптера и все вибрации на него передаются потому что мне пока не из чего сделать подвесной лоточек гасящие вибрации но это это проблему решить несложно так и кружлял над собой поднимался вверх пытался летать вдоль этого гороха ну летать прямо честно говоря тяжело пока выходит в основном я так болтаюсь туда-сюда пытаясь попасть туда куда я хочу но ничего зато не падаю по крайней мере в этот раз я не падал я практически даже приземлился то есть я подлетел поближе так чтобы я хорошо себя слышал и представлял где и с высоты примерно чуть меньше метра типа приземлился и такой я был рады что приземлился что я где-то на этом поле в итоге когда разбирал все протерял забыл антенку со шлема приемника так где-то она там и лежит это успех а потом мы с другом серегой катили на северский донец походить на байдар очки немножко и по пути я хотел попускать немножко коптер но обнаружил пропажу антенны приемника fpv сигнала и летать fpv нельзя было только line of sight нужно было смотреть на коптер но это тоже было очень интересно мы ехали рано солнце было очень красивым очень в приятные цвета освещала это поле и летать получалось просто отлично я всю батарейку вылетал без единого приземления и разрядил его практически в ноль под конец я вообще обнаглел и решил попытаться приземлиться себе в руку и к счастью это получилось хорошо и аккуратно мягко приземлился себе в руку а потом еще обнаглел и когда вечером снова летал на второй маленькой батареечке то решил повторить этот трюк и снова приземлиться себе в руку и тоже оказалось удачным хотя и по моему лицу можно заметить несколько секунд испуга оп нормально вот хочу попробовать тут полетать причем через fpv сейчас выглядит вот так вот сейчас я прицеплю к нему батарею камеру и антенну передатчик и будем летать и я полетел на этот раз это снова было fpv антенна я поставил обычные прямые палки которые шли в комплекте с передатчиком приемником действительно сигнал пропадал намного чаще чем с теми дешевыми clover leaf антеннами у которых более ровная сферическая диаграмма направленности но ничего летать было можно а поле все еще было очень красивым хотя это была середина дня это было около 12 часов полдень все равно на солнышке в облачках поле очень симпатичным бывает я кружился вокруг себя просто потому что самый простой способ учиться летать это выбирать кое-то объекты или траекторию или объекты как-то вот летать вокруг меня просто вот вокруг себя летал недалеко заодно и если упаду убежать не очень далеко там вдоль посадки машинка едет похоже водитель заметил что чем-то странным занимаюсь аж остановился посмотреть что это делаю чем это этот летаю а еще когда я летал с серегой то все таки один раз неудачно приземлился и раскокал один винт и это был винт который должен вращаться против часовой стрелки а у меня такие запасные кончились и пришлось прилепить винт который вращается по часовой стрелке и двигатель переподключить коптер на мое удивление взлетел потому что этот рикоптер и он управляет своим вращением не при помощи скорости винтов а наклоном заднего винта поэтому теоретически и он может любую схему переносить но конкретно моя прошивка сильно оптимизирована под эту схему подключения винтов и когда один винт неправильно подключил в общем появились очень нехорошие вращения одно из которых вот в итоге привело к падению при падении похоже поломалась платка трансмиттера точнее приемника для трансмиттера и я не смог пультом пилинговать где же находится мой коптер 15 минут я ходил его искал и при помощи впереди который все еще продолжал передавать все-таки запилинговал его так нашелся сломался прием полностью приемник оплатка просто пополам сломалась поэтому запилинговать его не мог но хорошо хочу видео передатчик работать продолжал и при помощи него я его смог запилинговать вот такие пироги